С правой стороны появится желтенькое окно, прямой эфир. Так, мы в эфире уже или нет? Да, мы в эфире, пожалуйста, начинайте сейчас. Так, в зале есть какая-то реакция? Видят люди, слышат? По всей видимости, здесь пока на Hangouts придется работать без обратной связи. Я, к сожалению, не вижу аудиторию и не слышу, что неприятно, в общем, не так, как обычно. Но у меня сейчас идет период освоения других технологий для того, чтобы мы могли вещать для более широкой аудитории. Поэтому я сейчас себя чувствую, как пилот в кабине. Как говорят пилоты, вы можете хлопать в салоне, безусловно, когда самолет удачно приземлился, но пилоты этого не слышат. Вот сейчас я и не вижу, и не слышу, к сожалению, ни вопросов, ни откликов, ничего. Поэтому буду надеяться просто, что вы меня видите, слышите. Без обратной связи это не очень приятно, конечно. Вот. Но это освоение новых форматов. Значит, как сегодня мы на этой площадке Hangouts на YouTube, как мы будем излагать материал. Я вначале немножко говорю вот сейчас, и потом включаю слайды. И будет непривычно относительно вебинаров, которые всегда на Мерополисе мы делали, потому что не будет лектора. Так устроен этот прекрасный Hangouts на YouTube. Будут слайды и будут мои слова. Потом я могу слайды убрать в какой-то момент, для того, чтобы немножко можно было посмотреть на лектора. Но я не вижу реакции, к сожалению. Вот. Посмотрим, удастся ли мне включить сейчас слайд. Слайд. Так. Давайте смотреть. Сколько человек у нас в классе? 12-13. Так. Есть первый слайд. Первый слайд на экране есть или нет? Мне можно ставить плюсики. Вот. Достаточно плюсы. Второй слайд я сейчас перелистнул. Есть или нет? Хорошо. Так. Третий Новолуния, 7 декабря есть? Есть. Ну, хорошо. Значит, я надеюсь, что запись идет. И мы сможем все это веселье с вами посмотреть в записи на YouTube. Что для начала надо сказать, что мы находимся в прекрасной вожделенной зоне этого года, когда до окончания последней ретроградности остается всего неделя или меньше недели. При этом вы видите, что сегодня все эффекты ретро-меркурия с присущими достаточно нервными ситуациями остаются. Вот. Тем не менее, надо сказать, что да, мы находимся во второй фазе этого ретро-меркурия. И мы с вами прошли вот то самое нижнее соединение, по моей памяти, во вторник, 27 ноября. Если вы мои выпуски смотрели, значит, там говорилось об этом. Мы сейчас находимся как бы в зоне после соединения Меркурия с Солнцем, которое должно было породить какой-то важный информационный импульс. Какое-то событие или новую идею, или новую встречу. Вот мы сейчас находимся в зоне развития тех идей, которые произошли тогда всего, в общем, несколько дней назад, по большому счету, во вторник. И с одной стороны, этот Меркурий мешает нам довольно серьезно и информацию воспринимать, и организовывать процесс. С другой стороны, с каждым днем, в принципе, получается продвигаться, получается лучше. Значит, ну, вы видите, что уже все, в принципе, наверное, самое важное. Я изложил здесь, на стартовом слайде. И немножко можно поговорить о том, что нас ожидает в декабре. И поскольку я писал, что планирую обсудить прогноз для знаков Зодиака 12, то придется вторую часть вебинара посвятить тому, как мы можем понятно, толково, практично изложить информацию для 12 знаков. По времени, не знаю, сколько получится. Может быть, час, может быть, полтора. Значит, что мы можем сказать про декабрь 18. Мы с вами знаем, что идет знак Стрельца. Сильно повторяться с последними выпусками видео я не очень хотел бы. Вы и так прекрасно знаете, что идет Стрелец. Мы с вами знаем, что это знак огня, что он третий в любом годовом цикле, естественно. Третий бурный всплеск, по идее, у нас должен быть какой-то всплеск общения, поездок, работы, всплеск идей, в конце концов, потому что знак Скорпиона закончился. Да, Скорпион закончился аж 23 ноября. Но, тем не менее, мы все равно сейчас в такой фазе, что знак погружения в себя Скорпион уже пройден, и мы в знаке бурной повышенной активности. И, соответственно, в таком ключе должны вести дела, должны общаться активно, энергично скрытые процессы выходят на поверхность. Это все знак Стрельца. Мы с вами, конечно, помним, что Юпитер переместился в конце ноября в самую сильную, огненную, горячую, многообещающую позицию, знак Стрельца. И самое смешное, что я умудрился его не писать здесь на слайде, потому что уже о нем много осенью говорили, и такое ощущение, что давно уже с ним живем. На самом деле, первый полный месяц его пребывания – это декабрь. Действительно, ожидания в плане каких-то улучшений у нас довольно большие. Я пояснял, что сейчас в начале декабря, в конце ноября, мы, видимо, не будем получать полные эффекты на полную мощность, каких-то плюсов, шансов, возможностей от Юпитера, потому что, ну, скажем, в первой декаде декабря сильно очень сбивают позитивное влияние этой хорошей планеты, сбивают планеты в знаке рыб. Марс конфликтует, препятствует, мешает, Нептун мешает. Понятно, что на самом деле, когда астрологи говорят «Марс, Нептун», это надо переводить на язык, ну, понятный человеку. И мы можем перевести на язык, понятный человеку. Марс – это, допустим, люди, которые к нам плохо относятся, которые хотят нам вредить. Марс – это чувство вражды и конфликта. Значит, конфликты нам мешают сейчас в начале декабря получать какую-то серьезную удачу. Вопрос, какие конфликты? Внешние конфликты и, внимание, внутренние конфликты. То есть, допустим, если по Марсу в рыбах сейчас много вопросов поступает, объясните, пожалуйста, ваш взгляд на Марс в рыбах. Ничего сложного, естественно, нет. Марс в рыбах – это, в частности, нерешенные внутренние проблемы человека, внутренние психологические конфликты, ситуации, когда слишком много сил мы тратим на эмоции, на переживания, на то, что происходит там в душе. И это нас лишает того, что энергия не может выходить уже в какие-то действия. И таким образом мы можем терять запас сил. И вместо того, чтобы действовать, энергия выпускается в какой-то пар, в какие-то эмоции. Поэтому вопрос, как минимизировать сейчас, в принципе, этот самый Марс, который в последнем слишком эмоциональном знаке идет. Мало того, что он там идет, он мешает счастливым программам Стрельца и Питера, приносить нам столько радости, сколько мы бы уже хотели. Вот, соответственно, меньше эмоций, меньше расстройства, больше конкретного дела. Значит, Меркурий. В самом начале я, конечно же, упомянул, что интересно. Интересно, что в начале этого месяца вроде бы огненного, бурного, веселого, такого явного, когда знаки огня, казалось бы, должны выходить на арену, должны хорошо себя чувствовать. Сейчас в начале декабря у нас интересная ситуация по планетам общения. Смотрите, что происходит. Венера, планета общения человеческого, такого симпатийного общения, планета симпатии. Она в водном знаке скорпиона. Скорпион самый закрытый знак зодиака. То есть, что происходит с чувствами? Люди по-прежнему прислушиваются к себе, по-прежнему еще не готовы, допустим, определиться, доверяют они или не доверяют, идут они в какие-то отношения или не идут. И финансовые, и личные, и творческие, может быть, потому что скорпион, мы знаем с вами знак какой? Знак достаточно подозрительный. То есть, ему надо много прочувствовать ситуации, чтобы понять, что он кому-то доверяет, чему-то доверяет. И сейчас, в течение всего декабря, такого радостного, веселого, открытого месяца планета человеческого общения, симпатия идет в этом знаке закрытом, для которого доступ, скажем, к нашей душе, к нашему времени, доступ есть только для близких людей, которых мы давно знаем, которым гарантированно доверяем. А для других и для посторонних мы можем не открывать свое время, не открывать свою душу, естественно. Таким образом, есть какая-то специфика в плане общения, да, в 2000, в декабре 2018 года, и более того, 12 дней декабря в этом же вводном знаке, значит, закрытом знаке, секретном знаке Меркурий прибывает, он туда вернулся в своем обратном, извините, ретроградном движении. Значит, у нас планеты общения до 12 декабря находятся в закрытом знаке, значит, водные знаки опять чувствуют, что они важны, что у них оживление эмоций, допустим, Венера вернулась, возвращается, извините, 2 декабря вечером в знак Скорпиона, значит, водные знаки, соответственно, рыбы, раки, Скорпионы опять чувствуют какое-то пробуждение души, может быть, опять восстанавливаются какие-то связи, которые интересные, приятные, которые на время куда-то, допустим, выпадали, выключались, то есть вся осень довольно непростая, мы, конечно, это видим вокруг, видим ситуацию у себя, видим ваши комментарии, и вот вся эта непростая осень никак не хочет нас отпустить. Венера из прекрасного знака Скорпиона выйдет только в начале января, то есть весь Новый год у нас с этой непростой, закрытой, немножко, может быть, не хотелось бы так говорить, конечно, травмированные Венеры, но планета любви, которая немножко еще не восстановилась, не до конца пришла в себя после какой-то болезни, после какого-то спада, потому что, конечно, всю эту осень Венера получала много сложных ситуаций. Вот такая картина, значит, возможно, у нас начало декабря сложнее, чем середина, вторая часть, потому что до седьмого числа планета общения заторможена, подавлена, идет тяжело взаимопонимание, идет тяжело налаживание даже технических каналов коммуникации, после седьмого чуть лучше с общением, еще лучше с общением у нас с вами с 13 декабря. Я тут смотрю на распечатку бумажного календаря, который я для себя делал, и я так понимаю, что у нас будет для вас тоже красивый, интересный подарок сегодня для всех участников прямого эфира, связанный с календарем на декабрь 2018. Значит, какие-то важные точки декабря, таким образом, это, конечно, седьмое число, важная точка, это и разворот Меркурия, и седьмое декабря, это, конечно, новолуние. 13 декабря радуется кто? 13 декабря Меркурий переходит в огненный знак стрельца. Радуются стрельцы, радуется огонь, потому что, наконец-то, уже безвозвратно Меркурий в этом знаке огненном, видимо, радуется воздушные, активные знаки тоже, потому что начинается, наконец-то, коммуникация. Наконец-то вы кому-то звоните, и вам отвечают. Вы скажете, о чудо, я три недели звонил, и вот этот человек мне никак не мог ответить, или у него телефон не нажимался, или у него там динамик не работал. То есть вот это о чудо мы ожидаем 13 декабря. Видимо, да, действительно будет легче проходить, и учеба, общение, поездки, коммуникации, оформление документов, контакты с юристами, все, что мы можем сказать по Меркурии в стрельце. Вопросы автомобильные, видимо, потому что и Меркурий, автомобили, и стрелец, на мой взгляд, знак, конечно, дороги, автомобилей. Поэтому если вы, допустим, покупаете автомобиль, то как астрологи работают с этой информацией, любым каким-то крупным приобретением вы невольно, неизбежно подчеркиваете какие-то знаки зодиака в своей жизни. Поэтому какая разница для астролога, если вы покупаете автомобиль 11 декабря, когда я провожу тренинг по астрологическому прогнозированию, или 13 декабря, когда я провожу второй тренинг по астрологическому прогнозированию, Меркурий и Скорпион 11 или Меркурий и Стрелец 13. И как с этой информацией работает астролог? Он говорит, давайте посмотрим вашу карту. Может быть, для вашей карты хорош Меркурий в водном секретном этом знаке. Может, вы машину такую покупаете, что вам надо, чтобы она была незаметная, или вы хотите, чтобы машина была в радость, чтобы вы там весело, радостно общались в этой машине. Если вы позволите, мне более свободный такой формат изложения информации здесь, на вот этих вот бесплатных открытых вебинарах. Ну, я бы хотел себя чувствовать более свободно. Мы с вами собрались в конце недели, и вот хотим поговорить, даже если я не вижу ваши комментарии, все равно я бы, если говорить о каком-то творческом мышлении астролога, я бы сказал так, а какие разговоры вы хотите вести в автомобиле, если у вас, допустим, выбор, я хочу купить 11 декабря или хочу 13. Если вы хотите вести тайные финансовые переговоры или другие тайные переговоры, пожалуйста, покупайте с Меркурием в Скорпионе. Если вы хотите веселиться с друзьями, куда-то ездить на этой машине, весело общаться с иностранцами или беседовать там со своими юристами, я не знаю, и так далее, то тогда можно покупать с Меркурием в Стрельце. То есть, что важно понять пользователям астрологии, что от нас хотят один совет, который подойдет для всех, но в астрологии это не получается. Это неправильно, и я стараюсь так не делать. Нет одного совета, который до некоторой степени можно иногда сказать «да», но дальше идет индивидуальная оценка карты, собственно, человека. Даже если мы хотим понять, а вот середина декабря будет хороша для Стрельцов или не хороша, то есть в целом, да, для огненных знаков хороша, для Стрельца хороша, или Стрельцов, ну, дальше мы смотрим личные карты человека. Значит, важные поворотные точки месяца. Новолуние 7 декабря и разворот Меркурия, вроде бы, знаете, как выглядит, как перерождение. То есть 8 декабря мы просыпаемся, боже мой, растущая луна, свежая, новая, прекрасная. Меркурий не ретроградный, то есть прямо как обновление жизни. Посмотрим, как мы проснемся 8 декабря. Вот. 13 числа Меркурий заканчивается Скорпионом. Кто-то закончит молчать, кто-то закончит обижаться. То есть хороший день 13 декабря, да, хороший день, потому что в Меркурии в Скорпионе слишком много людей молчали, слишком много людей уходили в эмоции, слишком много людей обижались или злословили, потому что Скорпион – знак Марса. Значит, какие мы словесные реакции получаем сейчас, пока до 12 числа Меркурий в Скорпионе? Ну, соответствующие. Из дальнейших важных точек месяца что можно выделить? Это, конечно, соединение Меркурии и Юпитер. Юпитер в сильнейшей позиции, самой мощной, самой везучей, удачной. Меркурии – это наши с вами дела, наши просьбы, наше общение. Юпитер – это великие люди, это богатые люди, влиятельные люди. Юпитер – это крупные процессы, проекты, творческие, деловые, образовательные. То есть, я бы сказал, для очень многих людей вот эти 20 числа декабря, и не только для огненных знаков, там, стрелец, лев, овен, не только для них. Может быть, для близнецов знака Меркурия, может быть, даже для девы тоже знака Меркурия, может быть, даже для рыб, которые, как говорят астрологи, принадлежат к одному кресту вместе со стрельцом. Это могут быть периоды какой-то серьезной, заслуженной удачи, но надо понимать одну вещь. Когда астрологи говорят про удачу, она относится к людям, которые действуют, которые что-то делают. То есть, не бывает, ну, не часто бывает удача, когда мы ничего не делаем, и просто на нас что-то сваливается. Надо ввести большую подготовку. И ожидаем ли мы, что будет вот эта вот, насколько я вижу по календарю, третья неделя декабря, где у нас 19, 20, 21. Ожидаем ли мы, что она может быть удачной? Да, ожидаем. Вопрос для кого? Для людей, которые начали что-то делать в конце ноября, точнее, я бы сказал, в середине ноября, чуть ли не в начале ноября, когда Меркурий пошел в петлю. Вот. И это будет третье завершающее соединение планеты переговоров, информации, документов Меркурия с самой большой счастливой планетой в астрологии с Юпитером. То есть, ожидаем, что мы можем в 20 числах декабря многие из нас, половина зодиака практически, знаки воздуха, знаки огня могут получить очень хорошие предложения, может быть, предложения по работе, результаты, может быть, и финансовые тоже, по той работе, в которой мы включались аж в начале или в середине ноября. Это тоже важная точка месяца. Значит, полнолуние в Раке. По календарю я вижу, что с 22 декабря солнце уже идет, знаки Козерога, 22 числа, зимнее солнцестояние и радостный момент, потому что 22 декабря это поворот к лету. Внезапно, неожиданно, через три недели у нас с вами уже поворот, солнцеворот, поворот к лету, то есть самая долгая ночь. Конечно, солнце переходит в земной знак. Кричать ли ура всем земным знаком, что солнце планета энергии на нашей территории и нам будет хорошо. На самом деле, солнце в знаке Козерога будет подходить к Сатурну, планета, которая принесла очень много ограничений, не знаю про все страны Земли, конечно, в основном мне понятна жизнь России, где я, собственно, живу, работаю. В общем, в 2018 году Сатурн в конце даже 17-го, ну и весь 2018-й Сатурн в Козероге. Планета ограничений в знаке ограничений. Мы это почувствовали в 2018 году или не почувствовали? Естественно, еще как мы это почувствовали, потому что сокращение зарплаты, в России, потому что, к сожалению, потому что меньше возможностей, запреты на выезд и так далее. То есть очень-очень серьезный Сатурн. И в политике Сатурн это выстраивание стен. Я не хочу, не собираюсь сейчас ни в какие политические вещи вдаваться, ударяться. Это тема, если вам будет интересно, совершенно отдельного вебинара, отдельной встречи. Но Сатурн был в Козероге, когда начали строить Берлинскую стену. Очень интересно. Сатурн был в Козероге, когда начали разрушать Берлинскую стену. Вот. Сатурн в Козероге в 2018 году и опять как будто бы ставят какие-то, строят какие-то невидимые или видимые стены. В общем, позиция какая? Позиция очень-очень жесткая, на самом деле, которую прочувствовал кто в 2018 году. Козероги прочувствовали очень серьезно, просто очень. На здоровье, на своих ногах, на своей работе, на общении с руководителями. Овны прочувствовали в мартовские дни рождения, еще как. Противоположный знак рака еще как прочувствовал через задержки. Весы прочувствовали. То есть немалая доля зодиака, ну чуть ли не то, что половина, но многие-многие этот Сатурн прочувствовали. Планета долга в знаке долга, планета ограничений в знаке ограничений и так далее. Планета одиночества в знаке одиночества. То есть очень многие люди работали так, что там семью почти свою не видели. Вот это все Сатурн в Козероге. И в конце декабря Солнце в Козероге идет к нему, к этому вот прекрасному Сатурну. Значит, в конце декабря у нас с вами время на самом деле вспомнить опять про свои ограничения, обязательства. То есть не в этот раз на Новый год не шиковать, покупать елочку поскромнее, петарды, которые не на 200 метров улетают вверх, а всего на 100. сократить где-то бюджеты, скажем, поэкономнее, попроще, поспокойнее. Потому что он напоминает нам, что, собственно, вот напоминание Козерога это о чем, уроки Козерога о чем? О том, что ресурсы не бесконечны, силы не бесконечны, время твое не бесконечны. И этот Новый год, если говорить про конец декабря, он будет проходить под эффектом сильного Сатурна, который не является планетой праздника, совсем не является, потому что это планета тяжелого труда, тогда вопрос, он нам испортит праздник или он создаст интересную изюминку в этом празднике. Я надеюсь, что это будет изюминка. Вспоминается шутка про то, что Почта России соавтор изобретения изюма и сыра с плесенью. Извините, конечно, за такое отступление. Я думаю, что Сатурн как раз может создать интересное настроение под Новый год, потому что он будет силен. Настроение подумать о своих планах долгосрочных, настроение не уходить в какой-то такой вот на 10 дней непрекращающийся праздник, а наоборот, очень хорошо четко поставить цели, продумать свои планы. Сейчас вот вы видели, у меня был вебинар «12 желаний Зодиака». Там мы говорили, какие 12 ключевых сокровенных желаний у человека есть, которые загадывать под бой курантов. То есть, да, этот Сатурн нас где-то ограничит, кто-то возьмет горнолыжный курорт попроще, кто-то не будет много тратить на Новый год. И Сатурн – планета пожилых людей, которая стоит в знаке Козерога, в знаке пожилых людей. Значит, какое-то особое внимание надо уделить родителям, бабушкам, дедушкам, пожилым людям и продумать сразу в начале года, не знаю, график всего своего года, бюджет сразу всего своего года. То есть, урок этого сложного Сатурна для нас всех какой? Урок в том, чтобы научиться хорошо планировать, особенно для знаков, которые не умеют планировать. Вопрос, какие знаки с трудом планируют или какие знаки живут достаточно спонтанно, стихийно. Можно сказать, что живут не знаки, а живут люди. И планировать умеют или не умеют тоже не знаки, а люди. Это правильно, да, это правда, действительно. Это так. ну и соответственно вы можете сами проанализировать людей, которые вокруг вас и подумать, кто умеет планировать, кто не умеет, кто организован, кто не организован. Вот на эту тему нас тренировал с вами Сатурн в Козероге в сильнейшей позиции весь 2018 год. И это очень обострится вот в эту последнюю неделю декабря, в которой, если вы, мы с вами жили организованно и достаточно ответственно, мы можем получить хорошие результаты, материальные результаты, отклики на нашу работу и укрепление наших позиций. Если человек жил крайне неорганизованно, безответственно и так далее, то последняя неделя декабря, как ни странно, может принести довольно неприятные знаки, но это будут знаки о том, что надо прибавлять в этих вопросах. Просигнальте, пожалуйста, видео сейчас со мной идет, сменилась синяя картинка на трансляцию лектора. Мне просто плюсик можно поставить. Да или нет. Вот. Вот такая интересная ситуация в конце декабря. И не скажу, что земные знаки будут ликовать. Возможно, земным знаком будет проще справиться с ситуацией, которая в конце декабря, потому что у нас с вами в зодиаке есть два знака, которые я называю знаками монаха. Монахов это дева и козерог. Что значит в моей терминологии знаки монахов? Это значит знаки, которые нормально и естественно для них воспринимают ограничения, воспринимают отказ от лишних, ненужных каких-то вещей, настроены на работу. Девы козероги. Поэтому не скажем, что в конце декабря самые счастливые девы козероги. Нет, они будут самые адекватные, они просто спокойнее всех воспримут то, что там надо делать. И в картиночке вы видели только что на заставке у меня написано приближение затмений. Я сейчас на слайдах это покажу. Надо понимать, что затмения работают за 10 дней до затмения, за 15 дней до затмения. И мы будем с вами в этом раже нового года, да, но затмение это уже 6 января, то есть мы уже под Новый год в зоне 10 дней до затмения. Это значит важнейшие судьбоносные вещи происходят для козерогов, происходят для нашей с вами работы, может быть для противоположного знака рака. То есть Новый год получается 2019 это не просто праздник, отдых, передышка, удовольствие, встреча с семьей. Это судьбоносный Новый год. Потому что 6 января уже солнечное затмение в козероге. Вот этот момент можно упустить. Я бы не хотел, чтобы мы упустили в понимании декабря эту вещь про последнюю неделю месяца. Значит вопрос про асцендентных скорпионов немножко не понял. Причем тут значимость, если честно, я вроде бы про значимость не говорил. Значит попробую сейчас включить опять презентацию. Повторю, что это для меня все достаточно новое. Я тренируюсь в прямом эфире, поэтому прошу прощения, если что-то у меня не получается. Вот я постараюсь не рисковать лишний раз что-то не переключать. Значит основные вещи вроде бы осветил я про ретро Меркурий в скорпионе. Про Венеру что надо сказать. Значит она идет уже прямо идет уже директно вроде бы закончила со всеми сложными нервными ситуациями и 1 декабря рано рано утром это было сегодня Венера была в противостоянии с Ураном то есть многие в это время получали какие-то конфликтные ситуации связанные с женщинами или с отношениями или с финансами наверное в последний раз за эту осень то есть весь декабрь мы приходим в себя по этой Венере и мы сейчас карты посмотрим как Венера движется по этому скорпиону общается она с кем-то или нет сейчас видим картину на 1 декабря на 2 числа вечером уже будет в скорпионе значит будут конфликты у этой Венеры которую хорошо замучили осенью или нет в принципе нет у нее уже не будет конфликтов у нее будет поддержка от Нептуна в рыбах значит как обычно я в шутку говорю вам попадется хороший врач выпишет хорошее лекарство вот у нее будет хороший аспект с Плутоном в Козероге это уже серьезнее значит и женщины и деловые связи могут быть полезными в плане работы карьеры вопросов недвижимости и там получения кредитов допустим вот таких вот вещей сейчас в календаре своем пытаюсь понять где Венера в хороших аспектах в течение месяца так что быстро у меня почему-то не получается она должна вообще-то быть в аспекте с Нептуном я вижу ее только с Сатурном странно немножко немножко странно так ну хорошо в общем Венера приходит в себя что касается Марса тоже стоит немножко добавить информацию я это говорил уже в предыдущих там выпусках и видео на мой взгляд пока Марс не пройдет Нептун вы видите слева знак рыб видите красный Марс и Нептун с его трезубцем вот мужчина как будто находится в плену мужчина находится в слабой уязвимой потерянной ситуации вопрос срочно скажите когда Марс выйдет из-под этого Нептуна пройдет его значит вечером 7 декабря в 17.11 по Москве Марс проходит соединение с Нептуном это пик сложностей с мужчинами это пик потерянности мужчин это пик возможных эмоциональных заносов или ситуации когда мужчины не готовы и не хотят решать вопросы свои внешние внутренние вопросы семьи своих близких женщин но после этого хотя бы Марс вырывается из плена и уходит вперед от этого Нептуна я считаю что это точно плен и мы с одной из наших групп недавно смотрели карту Бонапарта Наполеона он родился соединением Марс Нептун и хотя это было в Деве и Марс в Деве это конечно же солдат но Бонапарт в конце концов попал в плен причем к злейшим врагам и закончил крайне печально для столь активного столь успешного военного человека поэтому Марс Нептун это не шутки и я уже говорил что проблемы с алкоголем у мужчин женщины могут простить сильному полу временную ситуацию когда мужчины находятся вне но вне эффективном состоянии в каком-то разобранном состоянии то есть мужчина может послушать наш ролик и сказать так дорогая жена мне астрологи выписали индульгенцию я сижу я сижу неделю с игровой приставкой и играю в игру викинги или футбол в лигу чемпионов и давай ты неделю меня не трогаешь ладно потом я снова буду мощным мужиком решателем проблем но вот сейчас я хочу просто уйти в какой-то туман или я возьму машину уеду в Архангельск значит это вот настолько сложно для мужчин с моей точки зрения я говорю сейчас не как мужчина а как астролог потому что понимаю где-то как это работает конечно это водный знак зодиака и проблемы связанные с морем водой или лесом потому что лес в астрологии это так же идет в общем по моей практике по моему опыту как море это ситуация где нет людей где нет цивилизации где мы в одиночестве где вокруг только звери не с кем поговорить это знак рыб на самом деле так я понял про меркурий скорпионе но я не хотел это говорить в плане значимости не знаю как это прозвучало значит такие комментарии по венере по марсу и воды многовато то есть смотрите мужчины весь декабрь живут энергии рыб рыбы это душевное влияние это может быть и неплохо может быть душа пробудится у мужчин может быть кто-то поймет наконец-то что я не хочу эту работу хочу вот эту работу но как в россии пробуждается душа у мужчин мы с вами знаем это обычно менделеевские 40 градусов поэтому хорошо если это пробуждение души в самом лучшем смысле и обычно я поясняю что рыбы это открытие второго фронта второй фронт это когда помимо работы что-то должно быть для себя поэтому если мужчины в течение конца ноября в течение декабря вспомнят про какие-то свои увлечения вспомнят что они любят умеют петь вспомнят что им хотелось сделать сайт или заняться веб-дизайном или я не знаю там играть на саксофоне или на гитаре вот это пробуждение души или ему очень захочется съездить куда-нибудь ну просто вот куда зовет душа мало ли куда вам хочется я не знаю там псков съездить еще куда-нибудь вот это в принципе надо делать потому что это исцеление души это означает что вы не будете больным вы как бы решите какие-то важные душевные вопросы поэтому месяц получается у нас эмоциональных женщин месяц эмоциональных мужчин то есть для личных отношений получается что сложно то мужчин в какие-то эмоции то женщин в какие-то эмоции водные знаки они же живут в своем собственном мире внутри и часто вообще молчат и не говорят то есть вот с тем марсом который мы сейчас видим в каком состоянии мужчина женщина может приходить и говорить что тебе не нравится чего не так он или будет молчать не говорить либо скажет еще сложнее я не знаю что не так но я чувствую что что-то не так не знаю мне надо поехать там какой-нибудь храм или побыть в одиночестве таким образом вот это вот вся история вопрос когда закончится когда водная стихия эти сложности там вообще не перестанет нам создавать 1 января марс будет в знаке овна что интересно в знаке действий то есть мужчина внезапно после ночного праздника 1 января проснутся и скажут я в полном порядке ни душевного кризиса ни физического ни нездоровья ни метания ни сомнений я супер солдат и все жена говорит что делать я готов вот ну женщины там где-то в первой декаде не помню шестого или седьмого января закончат с этим настроенным очень глубоко вовнутрь знаком скорпион значит вот такая картина на начало месяца давайте я проверю листание она у нас даже работает и мы сейчас с вами смотрим на новолуние всегда такая рубиконистая точка любого месяца вот так выглядит новолуние декабря 2018 7 декабря как вы видите мышка я видимо водить не могу или я не знаю пока как водить в общем пока не пользуюсь мышкой вверху карты видите солнце рядышком с луной и мы с вами видим вот этот самый юпитер стрельце которому создают помехи водные знаки зодиака болезни создают помехи какой-то вред скрытый от недоброжелателей создает помехи пока юпитеру немножко сложновато раскрывать себя но все-таки мы верим что он будет передавать дозу счастья тому кому должен передавать то есть кому вы мышку видите я подождите я что могу двигать оу ля ля у нас даже мышка двигается ну это просто прогресс значит что я хотел сказать что кому юпитер должен передавать свою большую дозу удачи чтобы эти счастливчики раздавали всему остальному зодиаку ну конечно стрельцы наша надежда в данный момент самое главное по идее стрельцы должны получать наконец-то вливание этого счастья оптимизма радости денег и так далее то есть вопрос кому дадут под новый год премию с кем надо срочно дружить потому что ему дадут премию а нам не дадут премию значит дружить надо со стрельцом но мы это правда и так знаем что стрельцов стрельцам всегда везет вот и премии всегда дают им и лучшие командировки тоже дают им и так но сейчас главные раздатчики счастья действительно стрелец и огненные знаки видимо львы и овны которые должны получать дозу Юпитера большую и очевидно раздавать всем окружающим что еще важно я хотел сказать по стрельцу мне кажется очень важная такая тема в астрологии это баланс Юпитера и Сатурна если говорить на понятном человеческом языке это баланс трудностей и радостей вообще говоря мы с вами не боимся трудностей мы привыкли к трудностям мы знаем что надо работать трудиться но радости праздник и помощь и поддержка тоже нужны что без них совсем как-то тяжело что у нас получалось с вами до ноября до ноября Сатурн планета трудностей ограничений препятствий стен вот этих самых стояла в максимальной позиции самый-самый сильный вообще как мы говорим в наших московских школах астрологии в шестибальной позиции других школ там есть другие шкалы оценки у нас это шесть баллов из шести что делал Юпитер весь восемнадцатый год он ходил в скорпионе сложном знаке бурном знаке знаке денег но денег которые мы часто очень много тратили или теряли то есть баланс планеты трудности и радости был в сторону планета трудностей побеждает со счетом шесть-два что произошло в ноябре когда Юпитер переместился в знак стрельца восстановился на небе баланс трудностей и радости счет стал шесть-шесть и теперь уже Юпитер на одном пьедестале великий прекрасный благодетель несущий изобилие справедливость процветания на одном троне на одном этаже уровня с Сатурном смотрит на него и говорит эй парень ты в одиночку теперь не можешь здесь извини дорогой я теперь приношу людям радости счастья хватит уже зажимать всех людей то есть радости счастья конечно должны появляться и вот этот баланс трудностей радости я очень уделяю этому внимание когда мы смотрим натальную карту карту рождения очень важно баланс трудности радости то есть указаний Сатурна и Питера и сейчас мы можем сказать мы в начале декабря еще не видим никакого счастья хотя кто-то уже почувствовал помощь поддержку какое-то везение интересные предложения уже в первых неделях этого самого Юпитера значит вот это я считаю очень важная вещь которую мы можем прочувствовать в декабре и я надеюсь что с вами в какой-то степени это чувствуем скажите интересно вот эти вещи которые я рассказываю или нет значит немножко мы перепрыгиваем через серединку декабря и предыдущий слайд у меня был вот здесь новолуние 7 декабря да смотрите как мы сразу сейчас прыгаем в полнолуние смотрите сейчас Меркурий зафиксируйте взглядом пожалуйста Меркурий в конце скорпиона еще 7 декабря да что сейчас произойдет и Марс еще перед Нептуном 7 декабря прыгаем вперед на 22 декабря две недели прошло все Меркурий ни в каких не в скорпионах Меркурий уже успешный богатый счастливый с потрясающим билетом на Мальдивы посмотрите что делает Марс радостно несется к любимому знаку овна как будто уносится от какой-то извините пьяной толпы то есть такое ощущение что чем ближе 1 января тем счастливее мужчины потому что это как возвращение воина в родные края после очень тяжелого скитания потому что ну это мои образы вы если не первый раз не первый год меня слушаете вы знаете прекрасно что я мыслю образами и трактовки в астрологии стараюсь выстраивать образами потому что это дает нам гораздо более широкий круг значений лучше включает клиента в наши трактовки оставляет пространство для участия клиента в трактовках то есть я считаю это очень хорошо хотя может быть это сугубо мой такой акцент у других как-то по-другому соответственно посмотрите на этот марс 22 декабря он просто несется как я не знаю кто как африканец свою Африку потому что овен у меня по практике связан с Африкой то есть как он знаете как будто бы плывет по морю боже берег 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 подальше от этих акул дайте скорее берег выйти на сушу на родной континент все забыть про этот знак рыб вот ну такие немножко может быть веселые образы да потому что я должен вам передать информацию ну и немножко должен наверное вам также поднять настроение заодно удалось поймать гармоничный аспект Венера Нептун он здесь похоже перед 22 наконец-то я его увидел 21 декабря Венера Нептун но это знаки очень психологические очень глубокие очень творческие то есть что делать женщины 22 21 19 декабря разбираются с психологией разбираются с внутренним миром устраивают какие-то кулуарные тусовки с подружками которых лучше всего понимают занимаются гаданиями астрологии приходит на мой женский тренинг 19 20 декабря вот то есть это исцеление из раненых женских душ благодаря прекрасному Нептуну если кто-то сможет уже вырваться на море 20 числа на зависть остальным то тоже в принципе хорошо ну и смотрите 22 декабря вот оно солнце подходит к крайне отрезвляющему Сатурну то есть у нас откровенно говоря отрезвляющий новый год то есть это не значит что не надо шампанского конечно но это значит что максимальная зрелость максимальная ответственность максимальная собранность вообще этот новый год и в работу включаемся там первого числа к обеду вот может быть мы даже благодаря этому добьемся каких-то очень хороших результатов уже где-нибудь через полгода значит давайте посмотрим на что подпись я не поменял прошу прощения это не фуллмун естественно это последний ну предпоследний день декабря я хотел посмотреть картину с вами прямо перед новым годом посмотрите солнце Сатурн 3 градуса да 2,5 градуса то есть у нас новый год мы уже проводим кстати вот вопрос сильно очень козерог в новый год где хорошо провести праздник когда такая картина если получится не знаю смогу я на себя переключить или нет немножко и живое лицо тоже было потому что я не привык проводить вебинары когда мы не видим лектора и я не вижу ваши ответы вот такой сейчас Меркурий видите нет лектора и нет почти нет у меня ваших комментариев я потом буду запись на ютубе смотреть но боюсь что там тоже не будет комментариев да ну ладно мы над этим поработаем значит вы видели только что да солнце с Сатурном под новый год в козероге как хорошо проводить новый год козерог это на земле то есть откровенно говоря лучше всего это коттедж на природе идеальный вот если спросят астролога там будьте добры идеальный новый год где я бы сказал друзья не на море не в квартире на земле рядом в живом деревянном домике рядом с живой елочкой конечно да потому что козерог это земля козерог это дерево и вот это хорошая очень идея то есть в новый год выбраться хоть на денек куда-нибудь к друзьям допустим да которые снимают коттедж вы можете сами не снимать да какой-нибудь прекрасный коттедж там под Ярославлем или еще где-нибудь или в Швейцарии во Франции вот но домик на земле пообщаться с землей без без намеков договоримся да я не имею ввиду ничего то есть здоровье и только здоровье козерога мы всем вообще вот крепчайшего здоровья вот я не имел ввиду значит плохо общаться с землей надо хорошо вот но тем не менее каждая стихия это какая-то сила для нас с вами да и вот завтра 2 декабря я делаю еще один открытый вебинар про 4 стихии приходите пожалуйста в 16 часов по Москве завтра будет могу вам сказать очень увлекательно очень интересно про 4 стихии и потом поговорим про человеческие отношения вот значит немножко на лектора посмотрели попробую переключиться если у меня получится будем учиться на картиночке так ну вот так выглядит картина для тех кто в кругах в космограмме понимает и здесь два принскрина с моего приложения которое вы все прекрасно знаете приложение для телефона для айфона для андроида Sky Calendar 2018 мы сейчас делаем приложение на 2019 вот где-то в середине декабря я надеюсь оно будет с анонсами появится и вы сейчас видите принскрины как раз с января я хотел показать вот оно 6 января солнечное затмение вопрос какая координата солнечного затмения значит вот видим здесь 15 25 козерог ну это новолуние естественно потому что солнечное затмение всегда новолуние и на экране месяца вот так выглядит экран месяца нашего приложения сразу легко и быстро мгновенно видно лунное затмение 21 21 января как можно понять это будет затмение в творческих знаках льва и водолея и льва луна затменная будет во льве и по моим наблюдениям с января 17 идут у нас на небе затмения в этих креативных творческих знаках мне кажется они принесли много хороших вещей то есть знаки в астрологии счастливые творческие креативные конечно затрагивали прежде всего водолеев львов людей технических специальностей программистов дизайнеров там звезд сцены потому что водолей лев за это отвечает и я например очень рад еще раз честно вам скажу еще раз пережить лунное затмение в знаках водолей лев понятно что это отдельный разговор может мы там и обзор на январь тоже сделаем да обсудим внимательно эти затмения но год назад мне понравились вот в такое лунное затмение в альве водолей мы выложили наше приложение например для всего мира то есть это был триумф нам удалось его сделать оно работало и работает радует и ну это была фантастическая победа я бы сказал то есть на самом деле в астрологии мы затмений не боимся мы их изучаем и с ними работаем ну вот это скриншоты того как выглядит на телефоне наше приложение для каждого месяца картинка соответствующий знаку зодиака то есть зеленый телец вот вот такой красивый огонь это овен и вот название этого приложения и теперь давайте попробуем осилить такую вот тему значит наши рекомендации комментарии для 12 знаков зодиака не знаю устали вы или нет если кто-то устал можете отдыхать посмотреть записи моя задача сейчас настроиться и понять наши самые лучшие советы для 12 знаков зодиака и картинку которую я построил это на середину декабря середина декабря как бы середина месяца значит первый вопрос у нас как обычно это овен соответственно что мы могли бы сказать для овна помним что до 12 декабря меркурий важная планета общения находится еще в скорпионе сейчас я попробую мышку обрести вроде бы есть вот вот здесь вот конец скорпиона да то есть для овна можно сказать месяц удачный но в конце месяца солнце будет в знаке козерога уже холодное зажатое в начале месяца меркурий планета общения еще в скорпионе до 7 до 7 числа меркурий еще не готов нормально как-то общалась общаться соответственно для овнов надо сказать что месяц в начале содержит задержки трудности с коммуникациями в конце месяца вам будут выставлять очередные какие-то препоны по козерогу с которыми овен первой декады и так сталкивался весь год и тогда середина месяца это видимо вторая декада декабря лучший период для овна потому что мы видим меркурий идет вперед он в огненном знаке он с юпитером то есть позитив позитив посмотрите что делает солнце в районе 15-20 числа один из лучших аспектов который может быть для стрельца и для овна посмотрите солнце в трене с ураном знаки стрельца и овна последние месяцы когда уран на территории овна значит овна в декабре это что это шанс совершить еще один прорыв которых овны видимо насовершали за последние 7 лет я не знаю по несколько штук за год лучший аспект для путешественников для астрологов для ученых для людей которые занимаются там современной техникой для первооткрывателей или не первооткрывателей а извините изобретателей вот соответственно блестящая часть декабре будет но видимо не первая декада и не вторая декада календарь бумажный у меня перед глазами поэтому мне проще сказать когда луна в овне 16 декабря 17 декабря луна в овне и 18 утром она с ураном в овне ну когда она с ураном это немножко трясет немножко шокирует вот но тем не менее это время овнов соответственно мы знаем что противоположный знак для овнов это весы поэтому когда мы говорим дорогие овны луна на вашей территории шестнадцатого семнадцатого восемнадцатого то немножко вздрогнуть должны весы потому что когда овен включается то в общем во все стороны все остальные разлетаются и бедные весы с трудом пытаются напомнить овну что вообще-то есть правила игры там надо соблюдать скоростной режим и так далее поэтому для весов это время тяжелое и в этом в общем вся гегелерская диалектика жизни жизни борьба противоположных знаков зодиака значит я буду проходить сейчас быстро но в следующих выпусках на следующий месяц вы будете давать обратную связь в комментарии я буду их учитывать и постараюсь сделать может быть подробнее может быть медленнее и так далее в общем понимаете что сейчас у нас такой пилотный первый выпуск поэтому говорю как получается соответственно есть ли что-то сейчас в тельце как мы оцениваем знак зодиака вот мышка вот он прекрасный телец значит сейчас я говорю для знаков зодиака по солнцу когда будет два тренинга одиннадцатого и тринадцатого декабря то одиннадцатого я четыре часа буду говорить про прогноз по солнцу будем делать по знакам зодиака прогноз на 2019 год а тринадцатого числа будет четыре часа тренинг и полноценный астрологический прогноз по двенадцати знакам асцендента это как бы две такие разные точки астрологического мастерства я буду делать это в обучающем стиле ключе показывая всем желающим кто захочет как делается на мой взгляд естественно с моей небольшой двадцатилетней практикой как делается профессиональный максимально такой серьезный обоснованный астрологический прогноз по знакам мы можем сказать немало но по знакам асцендента это уже тем более мы можем получать очень серьезные попадания значит телец можем ли мы что-то сказать для телца на его территории никого и ничего может быть мы должны молчать ничего ему не говорить или что когда мы оцениваем жизнь знака зодиака мы всегда должны смотреть куда но не живет знак зодиака в одиночку не живет знак зодиака живет всегда как и положено со своей звездной половинкой даже если это знак скорпиона тельцу имейте ввиду никуда не деться скорпиона поэтому мы скажем весь декабрь дорогой телец твоя хозяйка венера идет по скорпиону весь декабрь тельцы находятся в каком состоянии не как будто под контролем этого скорпиона то есть телец скажет хочу деньги потратить кто-то ему скажет нет нельзя телец скажет хочу удовольствие скорпион скажет нет нельзя телец скажет хочу куда-то поехать хочу поесть вот эту вот вкусную еду ему скажет нет ты будешь кушать у меня тайский салат потому что мы улетаем в таиланд и так далее то есть конечно это образы вы понимаете но они как-то пробуждают нашу сознание на в сторону правильных трактовок значит для тельца тяжело с чувствами неспокойно с деньгами неспокойно почему ну потому что венера в скорпионе это неспокойно никогда телец то хочет стабильности радости удовольствия спокойствия и этого всего в декабре нет что делать тельцу прекрасному надо сказать дорогой друг есть отличная идея раз твоя хозяйка венера в скорпионе погружайся в дела скорпиона он после этого от нас убежит естественно но не так далеко мы его найдем а значит и скажем не пугайся пожалуйста это психологи например это например астрология это медицина он скажет и что значит надо по-прежнему как и всю осень заниматься опять медицины заниматься укреплением своего иммунитета что-то понимать продвижение души может быть у тебя личные отношения не очень хороши потому что ты не разобрался в том что психологии близких людей может быть ты или твой партнер нарушил какие-то принципы баланса финансово ты слишком много отдавал или ты слишком много забирал ты позволял себя грабить венера планета отношения скорпион знак денег значит мы в ноябре все с вами должны решать этот вопрос баланса прихода любви и отдачи любви приема любви отдачи денег и приема денег и разбираться с нарушением этого баланс видимо многие пары деловые личные разбились осенью из-за этого из-за того что разобрались в этом вопросе и поняли что что-то очень неправильно не справедливо и поэтому такие отношения должны быть разорваны значит первое 10 дней для тельца сложны то что меркурий скорпионе это не его правила игры не тельцовские ему тяжело общаться вопроса что тельцу будет легче когда меркурий войдет стрелец но я бы сказал так телец это знак радостный знак венера он любит удовольствие радость стрелец тоже знак благодетеля что венера благодетель стрелец знак юпитер это тоже благодетель меркурий стрельце может оказаться более подходящим для тельца потому что он думает про что меркурий стрельце думает про юпитер хозяин знака юпитер это радость то есть меркурий стрельце думает про что-то хорошее телец скажет ну это же совсем другая жизнь я тоже думаю про хорошие не то что скорпион и скажет ну вообще-то мне это нравится вот соответственно в конце месяца солнце войдет знак козерога будет сатурном последние декады декабря что для тельца я думаю что ограничения все-таки заботы связанные с пожилыми людьми родителями общение с директором и директор скажет вам что зарплата ужимается что когда солнце идет к сатурну под новый год невозможно получить новости что зарплата повышается я как астролог едва ли смогу поверить зарплата ужимается либо скажут отдадим вам дровами елками там еще какими-то вещами по кирпичами а если вы на стройке работаете значит видите что какие-то вещи мы можем сказать при этом я сейчас говорю очень быстро на тренинге 11 числа мы будем очень внимательно говорить про каждый знак зодиака значит когда у тельцов радость луна идет по их знаку 18 декабря во вторник после часа дня по москве луна в тельце 19 числа когда у меня женский тренинг луна в тельце 20 числа луна холостая правда без курса в тельце до 17 35 по москве это время тельцов страдает кто в это время страдает скорпион потому что вот не их территория потому что про душу поговорить не получается все увлечены какими-то покупками в общем скорпионы чувствуют себя как-то немножко неудел вот пытаются приставать к окружающим говорите о душе давай поговорим о том какие мучения мы переживаем говорят подожди мы сейчас вот за диваном а потом о душе значит какие ситуации по стрельцу интересно это или нет скажите мне пожалуйста по близнецам не знаю что я сейчас сказал извините если не совсем точно значит по близнецам видим что летние знаки сейчас вообще пусты вся ситуация планетарная соответственно в зимней зоне да в зимней близнецы никакой активности на их территории все активность на противоположные в этом может быть плюс это может быть минус минус том что близнецы могут быть зависимы а плюс том что хорошие планеты напротив хорошие то есть надо сказать что близнецы встречают каких-то королей в этом месяце солнце королевская планета и питер королевская меркурий тут как вестник бегает между этими королями туда-сюда то есть единственный минус близнецов что вы встречаете людей которые на порядок сильнее мощнее чем вы вы от них как-то ну зависимо наверное чтобы смотрите от близнецов что зависит хочется сказать ничего от них не зависит потому что все зависит вот там от тех кто напротив значит а те кто может прийти вашу жизнь могут прийти новые шансы в жизнь близнецов естественно но скорее когда когда меркурий выйдет из скорпиона видимо после 13 декабря и до соединения с юпитером до 21 декабря видимо близнецов возможности каких-то очень серьезных топовых элитных встреч все конечно мечтают о личной жизни и так далее но понятно что это встречи могут быть если они будут деловые творческие или даже встреча учителя или просто очень развитого человека который откроет перед вами многие двери это все равно будет прекрасно соответственно лучшая часть месяца конечно для всех активных знаков 2 декада и немножко месяц мучительными что марс водном знаке мужчины страдают венера водном знаке женщины тем же самым занимаются только по-своему немножко воздуха не хватает мягко говоря посмотрите пожалуйста на воздух в этом месяце весы ноль водолей черная луна близнецы ноль вопрос чем мы будем общаться то есть эмоции много воздуха мало значит специфика декабря какая нам будет сложновато несколько слышать друг друга мягко говоря сложновато потому что дети которые рождаются вот сейчас у них воздуха 0 поэтому близнецам легко нет не легко но стрелец веселый знак их звездная пара поэтому можно сказать дорогие близнецы если куда то хотите там понестись или чем-то заняться или что-то начать начать бизнес или что-то еще вам нужен человек честно говоря партнер развитый уверенный успешный с ресурсами со стратегией с возможностями ну то есть вот такой вот роскошный аристократический стрельцовский и так далее не обязательно иностранный но вот с очень высокого уровня то есть совет близнецам которые они и без нас знают начиная со своего четырехлетнего возраста не идите по жизни в одиночку не делайте ничего в одиночку именно этим близнецы и занимаются потому что вы знаете мою шутку что близнецы и весы одиночку магазине ходят значит что происходят знаки рака планет как вы видите просто толпа в раке то есть нету ни одной вообще вот летние знаки вообще не определяет сейчас правила игры все правила игры определяют сейчас рыбы стрельцы и скорпионы козероги вообще здесь доминаторы в раке показатель затмений узел намекает что затмение так вам уже идут уже у вас судьбоносные вещи вам уже обещает и 18 и 19 то есть у рака в период повышенной судьбоносности я об этом пишу в годовом прогнозе в том числе и мы это с вами будем обсуждать на тренинге 11 декабря а значит раки ну что у них то же самое что было в течение года где-то напротив тяжелая планета сатурна против тяжелая планета плутон сатурн помехи задержки со стороны государства проверяющих органов плутон то ли вы взяли ипотеку то ли родили ребенка плутон серьезный взрыв который переворачивает вашу жизнь но у раков вроде бы ничего нового за одним исключением рак это знак сильного юпитера позитивной планеты планеты поддержки поэтому рак знак принципе позитивный знак семьи семья должна поддерживать человека и что произошло к декабрю юпитер планета поддержки сильная знаки рака резко усилился и ушел из тяжелого все-таки сложного и финансового и мучительного скорпиона вы знаете сейчас в интернете в новостях гуляла такая картинка какой-то художник составил калаш из всех знаменитостей которые ушли из жизни в этом году у астролога эта фраза автоматически звучит калаш из всех знаменитостей которые ушли из жизни при юпитере в скорпионе он тут происходит менее инсайд юпитер это великие и знаменитые скорпион это знак смерти бабах значит вот как соответственно для рака лучше да лучше действительно лучше ну и плохо ли меркурий скорпионе для рака нет неплохо он на деловой он раку помогает дает секретную информацию секретные деньги помощь но скорее после 7 декабря потому что до этого меркурий сейчас подавленные хорошо если сейчас связь порядке вы можете нормально меня слышите так далее значит в конце месяца когда солнце входит в козерог 22 числа раки счастливы или несчастливы откровенно говоря критический период для раков потому что когда солнце противоположном знаке идет спад у нашего то есть рак рожденный 23 июня которого солнце 1 градус рака и вот солнце пожалуйста 22 декабря входит на знак козерога идет к сатурну для раков это новый год когда надо очень внимательно следить за здоровьем пожилых родителей за своим бюджетом и не делать то что часто делают раки рак это знак ну ладно не буду обижать чтобы не было возмущение в общем раки часто настроены позволять себе вот в этот новый год чего им нежелательно скажем так чтобы не говорить нельзя нежелательно позволять себе то есть надо понимать уроки сатурна уроки сатурна для раков ты не можешь сейчас жить так как раньше он ты должен быть на порядок более организованный экономный стратегичный ответственный вопрос все ли это было у раков ну повторим живут не знаки зодиака живут люди поэтому конечно же есть все представители знаков и неорганизованные высоко организованы в общем конец года серьезный ответственный то есть папа мама вспоминает что они папы директоры вспоминают что они директоры сотрудники вспоминают что они сотрудники из них там под новый год могут требовать ого-го поэтому 1 января видимо будет праздник венера водном знаке для раков неплохо финансовом плане неплохо в плане каких-то страстей эмоций неплохо венеру же никто ну почти никто не дергает помолчим пока пролит это на наших профессиональных вебинарах наверное разберем значит знак льва вы видите как много здесь планет ни одной планеты нет вообще то есть лев определяет сейчас правила игры нет не определяет зависим он от кого-то очень сильно напротив у льва никого то есть вроде бы лев не зависит сильно но тут какая-то засада вот эта самая точка испорченности как я ее называю лилит это точка испорченности какого-то проблемного сценария сидит в зоне водолея значит какой-то фанатизм может попасть в голову тех людей какие-то странные фанатичные идеи людей которые напротив льва с которыми льву приходится общаться взаимодействовать то есть вам надо внимательно следить какие люди вокруг и во время праздника и во время рабочих будней в декабре 2018 потому что заносы у тех с кем взаимодействует львы могут быть заносы идеологические технические какие-то идеи не совсем нормальные потому что лилит точка больших очень заносов она нормально ровно работать не но просто не может она так создана но могут расстраивать какие-то вещи связанные с водолеями связанные социальными сетями интернетом сайтами программистами может быть у кого-то электротехника там будет лететь значит в целом понятно что лев огненный знак и на небе царит стрелец огненный знак поэтому пока меркурий скорпионе для львов не очень здорово нормально общаться сложновато до 7 декабря совсем сложно до 12 декабря в меркурий водный закрытый сложновато или все про эмоции про трудности про деньги про кредиты ну сложновато львам но соответственно иногда интересно и со скорпионами пообщаться в конце концов что знак все-таки глубокий и поэтому я бы сказал пожалуйста до 12 декабря если вы хотите глубоко хорошо интересно пообщаться с астрологами психологами духовными учителями почитать какие-то книги глубокие то прекрасно меркурий скорпионе помогает потому что потом с 13 он стрельце и вы захотите в глубину какую-то заглубиться а может быть не будет получаться соответственно опять вторая декада декабря для львов вроде бы хорошо солнце в огне меркурий планета общения юпитер планета успеха в огненном знаке что немножко мешает портит картину портит скорость движения потенциальную марс в воде все-таки для льва но не просто в воде а в рыбах для льва рыбы это восьмой знак зодиака вы знаете что такое восьмой знак зодиака в общем это опасный восьмой по счету от вашего знака и если лев это пламенный мотор то марс в рыбах это мотор который залит водой поэтому комбинация сложновато и полностью разойтись прямо раскрыться может быть тоже нелегко и если львы нашли какого-то партнера человека хотят в в декабре куда-то двинуться в совместную работу прочитали прогноз астрологов что с 7 числа меркурий уже не ретрограден то думают что вот сейчас мы пойдем развернемся и бизнес полетит а марс в рыбах и там слишком много тонких подводных камней душевных всяких вопросов сомнений нюансов и может быть не прямо так здорово быстро полетит то есть эффект сильных слишком рыб нужно учитывать естественно всем знаком зодиака и луну в знаке рака я наверно не произнес я ваши комментарии к сожалению не вижу может быть вы напоминали значит 22 вечером луна в знаке рака после 1929 по москве эта суббота 23 воскресенье луна в раке весь день 24 луна в раке до 8 по москве и до 1750 она не в холостом пробеге это дни рака это дни полнолуние то есть нас может здорово как-то носить немножко в разные стороны вперед и назад потому что солнце в козероге деловом сдержанном знаке луна в раке и мужья жены дети кричат хватит ограничений надоело ограничений дайте мне поесть наконец-то купите мне подарки в общем придется суровым козерогом уступки делать семье кого-то покормить кому-то купить подарок вот оглядываясь на цифры в бюджете значит луна в альве когда стоит 24 число вечер 8 вечера по москве мы говорим луна в альве то есть вроде бы время подарков 25 числа луна в альве время подарков это вторник утром в гармонии с юпитером вечером гармонии с меркурием такое ощущение что вторник 25 число это видимо рождество я так полагаю католическое в общем видимо магазины подарков сделают просто полугодовую кассу вот надо надо их предупредить что у них там автоматы перегреются и кассы тоже значит 26 числа луна в знаке льва до 1837 по москве это лучшее время имейте ввиду покупки подарков я посмотрю если у меня табличка на месяц получится у меня листать или не получится сейчас одну секундочку так можно мне плюсик картина месяца есть сейчас на экране или нет это мой распечатка пилотная для календаря в бумаге если кто-то в классе еще пока остается есть может быть мышка есть надо обратить внимание на вот эту вот зону последней недели вот она луна во льве здесь подарки покупаем до 18 часов вот по москве вот она луна во льве видите смысл календаря который я задумал который мы реализовали в приложении может быть я смогу его в бумаге реализовать смысл календаря в том что вы бросаете взгляд на картину месяца или дня и за долю секунды видите в каком знаке луна вот это я делал как профессиональный астролог ну что счет нашей жизни идет на секунды и мне надо бросить взгляд и за секунду понять они присматриваться 10 минут где там в каком знаке поэтому в моем календаре это делается вот так вы бросили взгляд луна лев все вы смотрите на четверг 27 луна дева все за за даже не за секунду вы глянули на 30 луна весы глянули на 31 луна скорпион окей мы идем покупать подарки или что словно скорпионе с отвратительным настроением нет мы купили все подарки как очень грамотные люди 24 для бабушки для мамы 25 для любимого мужа жены и ребенка 27 для коллег купили какой-нибудь скромный чехол для телефона соответственно если говорить без шуток имейте ввиду 27 28 луна в 9 то есть это не знаки подарков 29 ну да луна весах принципе она для любимого человека есть суббота когда можно еще купить ну может быть есть 30 31 уже в общем сильно тянет к алкоголю прямо скажем 31 за подарками бегают только те кто что-то я подозреваю что каком-то расстроенном душевном состоянии значит вот возможно не знаю удается вам почувствовать или нет мою логику работы с астрологическим материалом вот так я работаю с выстраиванием прогноза на месяц на год вот такими вещами но более серьезно подробно мы будем заниматься 11 числа прогноз на год для знаков зодиака 13 еще более серьезно прогноз по знакам асцендента это тот продукт который соответственно я предлагаю в середине декабря значит луна в 9 какой месяц но немножко сложный наверное месяц почему потому что напротив посмотрите кто идет напротив напротив идет марс в знаке который деву очень сильно сбивает очень сильно утомляет марс создает удары то есть травматичные ситуации вопрос какие травматичные эмоционально травматичные для здоровья травматичные и он сейчас уже в конце ноября и сейчас декабре так проходит то есть девы могут получить к сожалению удар вопрос почему удар по психике по нервной системе по работе по кошельку могут быть от увольнения у дев можно сказать знаете увольнения могут быть у всех и это совершенно верно это правда но мы говорим как астрологи да значит на на сильно уязвимы с моей точки зрения девы потому что марс напротив это конкуренты причем тайные конкуренты это подрывающие какие-то неприятные эмоциональные события здоровья или финансовый растрат или что-то еще девы расстроены с моей точки зрения прилично и серьезно может быть расстроены больше пока меркурий еще идет не туда то есть когда девы немножко хоть как-то придут себя но возможно после седьмого их планета меркурий будет хотя бы нормально идти вперед а до этого девы расстроены же что все идет не так они же хотят чтобы все было ровно и все шло хорошо соответственно немножко лучше девам после седьмого числа и но в общем опасен весь месяц опасны люди которые эмоциональные злые нетрезвые так мышку хотят ну мышка вот здесь вот в рыбах у нас плавает и есть конечно вопрос как нам помогать какие советы давать ну может быть не тратить свое время впустую на каких-то людей которые недостойно может быть они растрачивать свои ресурсы финансовые людей может быть защищаться от людей которые пытаются использовать дев даже если это родственники ну если какая-то конфронтация с рыбами например ну тогда можно понимать что планета силы сейчас на территории рыб на территории девы ни одной планеты нет поэтому если дева видит что кто-то атакует и вы сейчас не так сильны то тогда уйти из из под мишени из под удар да стороночку понимать что с 1 января марс уже не на территории рыб не на территории знака который для дев звездная половинка с одной стороны с другой стороны звездный враг а и многие девы скажут рыбы извините но выключите диктофон я сейчас скажу что я думаю право про рыб некоторые конечно скажут ну да когда я стал взрослее я понял что рыбы мне в общем полезны нужны и так далее такая история в конце декабря солнце в земном знаке хорошо или нет ну может быть не знаю все таки козерог знак сдержанный дева тоже знак экономной не скажу что прилив счастье у дев вот после 22 декабря но может быть какая-то стабилизация чего-то вопрос чего стабилизация стабилизация здоровья стабилизация финансов дев очень сильно утомляет неконтролируемые расходы знак который плохо очень переносит когда там растраты большие знак стрельца прекрасен для всех но для дев это знак который им дается тяжело потому что траты часто ненужные с их точки зрения не мотивированные дорого вот и в этом плане наступление козерога может быть для дев и неплохо как наступление трезвости какого-то отрезвления таким образом месяц не простой с моей точки зрения и в общем надо внимательно следить если вы видите какие-то атаки со стороны людей закамуфлированные или открытые и если это какие-то проблемы со здоровьем надо очень быстро идти к врачам и не тратить время не уходить от решения вопросов потому что марс в рыбах может еще как уходить в эмоции и не заниматься решением вопроса луна в прекрасном знаке девы сегодня у нас с вами сегодня ну надеюсь что эфир проходит нормально я вас не слишком понервировал в начале надеюсь что то умное полезное от этого эфира мы с вами получим значит луна в знаке девы 26 декабря вечером вечером после 10 по москве 27 весь день немножко расстроена она в оппозиции с нептуном значит либо мы чуть-чуть не форме либо придется бегать по аптекам почему подарки не очень здорово покупать до 27 числа 28 числа луна в деве в оппозиции с марсом смотрите что происходит 27 28 луна в деве в противостоянии с нептуном марсом то есть это дни извините дай бог чтобы здоровье ни у кого не сорвалось это дни когда вы просто не сможете до подарков заехать то есть вы скажете да я в четверг еду за подарками потом обнаружите себя где угодно но только не в магазине подарков и это будет хорошо четверг пятницу на последней неделе года подарки мы видимо не покупаем откладываем их до 29 28 неприятный очень аспект луна в позиции с марсом один из самых тяжелых нехороших для всего зодиака вообще для всех людей позиция луна марс на таком аспекте был теракт в америке в нью-йорке поэтому и девы и рыбы и все вообще все земля не 28 числа главное не сорваться не испортить отношения не удариться вот не навредить себе или другим обращаем отдельное внимание на 28 не знаю устали вы или нет но мы прошли только половину зодиака и мое обещание моя работа в том чтобы еще половину конечно закончить ну и вы уже поняли что я вас приглашаю конечно на вебинары по искусству прогнозирования учебные вебинары как делать реальный серьезный качественный астрологический прогноз 11 декабря вечером 13 декабря вечером ссылка должна быть уже внизу под этой трансляцией и лучше если вы зарегистрируетесь сегодня и сейчас потому что там естественно особая заниженная цена значит если устали идите отдыхать я продолжаю до конца значит весы видим что планет в этом знаке конечно же нет значит никто по весам законам весов весов извините не играет не живет не работает весы не диктует свои усилия как бы это сказать правила игры законы можно сказать знаете ничего важного не происходит ну не совсем это правильно может быть там большую часть года ничего не стоит знаки мы не скажем что ничего важного не происходит значит куда нам смотреть мы смотрим на противоположный знак зодиака овен и там еще пока уран заряжает опять каким-то творческими силами да и мы должны посмотреть что происходит с хозяйкой весов хозяин весов естественно венера венера в скорпионе скорпион это деньги скорпион это кредиты это болезни это растраты это психология скорпион это общение с врачами значит весы в этом месяце настроены на праздник настроены потому что стрельце принципе радостная группа планет после 13 числа до 12 венера в скорпионе меркурий скорпионе значит весам надо внимательно разбираться с эмоциональными финансовыми накопившимися вопросами разбираться с собой с тем кому дарят симпатии кому дарят деньги разбираться со своим здоровьем укреплять иммунитет общаться с скорпионами решать неприятные вопросы которые весы как вы наверное знаете иногда не любит решать весы знак в принципе настроены на хорошие добрые жизненные ситуации решать заниматься проблемами ему неприятно они часто или убегают от этого или откладывают это все не хотят заниматься венера целые месяцы хозяйка говорит пожалуйста разбирайтесь с этими вопросами потому что необходимо вот такая была бы у меня интерпретации весам надо идти к психологам врачам астрологам потому что это знак скорпиона я бы так смотрел на вещи значит 13 числа меркурий в активном знаке у весов интересно хорошо появляется радость веселья поездки интересное общение посмотрите вот этот гармоничный аспект солнца с ураном он в стихии огня но эти знаки всегда с весами общаются овен всегда напротив весы безовно жить не могут стрелец всегда помогает весам поэтому вот этот аспект который точно 20 числа то есть 14 20 где-нибудь декабря или 13 20 декабря хороший аспект не только для овна стрельца для льва хороший аспект также и для весов но видимо на волне других людей скажем так поездки вместе с кем-то важное знакомство конференции какие-то важные переговоры международные быстрые стремительные действия если весы в целом скорее плавный спокойный знак то здесь надо сказать друзья ловите пожалуйста быстро энергичные шансы где включаться и стартовать надо будет очень быстро что весы не слишком склонны им постоянно об этом напоминают овны которые налетают на весов потому что так положено в зодиаке и требует давай быстро быстро срочно срочно вот эти шансы действительно быстро срочно надо ловить до 20 декабря я думаю это хороший период года и последняя декада солнце в козероге сильный сатурн для весов это зажимы это сложности это не очень легкий период года под новый год весам надо вспоминать про здоровье про пожилых людей про оплату счетов по квартире про дом на земле которым надо заниматься про обязательства которые весы не всегда любят потому что это ну воздушный радостный хороший знак какие-то тяжелые жизненные ситуации он не очень любит вот если весы чиновники очень карьерные то конец года может быть и не будет плохой на все вопросы я сейчас не смогу ответить но мы можем их собрать если получится я на них посмотрю можем потом сделать сессию допустим ответов на вопрос значит скорпион здесь уже видим что что-то происходит в этом знаке и венера которая закончила свои сложные осенние проходы идет по скорпиону хорошо идет или сложно но наверное скорее хорошо поддержка с водным знаком рыб у венеры то есть можно и отдохнуть и получить душевную помощь гармония с плутоном значит можно получить помощь еще и деловую финансовую чувство скрыты внутри где-то много переживаний то есть у нас остаточные переживания этой осени с нами в душе еще до первой недели января и только не знаю там где-то после седьмого может быть января наконец-то все эти переживания и стрессы в том числе финансовые будут уходить то есть у скорпионов вроде бы неплохо и первая декада извините первая неделя декабря скорпионы должны понять что у них много зависших ситуаций финансовых деловых срочно заканчивать зависшими ситуациями деловыми финансово меркурий скорпионе зависает после седьмого по идее скорпионы должны отрапортовать дорогой мир значит все что надо мы организовали все что надо сделали дарим тебе директный меркурий и скорпион должны сказать долгов деловых у нас нет все сделано все отчеты написаны все там организовано разослано меркурий в порядке может идти вперед он нас не держит мы его не держим и у скорпионов видимо определенность появляется с седьмого числа вопрос вот сегодня первое число что у скорпионов нет определенности а если скорпионы есть классе то пожалуйста вот задайте себе вопрос на сегодня все организовано что вам надо на сегодня вы готовы во всех ситуациях которые вам нужны или еще не все сделано или не везде еще готовы или не все еще отдали видимо еще не все но получается счастье будет у скорпионов счастье того что ты сделал все что надо организовал и нервную систему это уже не напрягает значит счастье когда после новолуния 7 декабря скорпионы будут довольны когда-нибудь вопрос философский но видимо они будут довольны больше больше чем обычно с 8 декабря надеюсь вам интересны вот такие трактовки такой взгляд на вещи я пока не вижу комментариев но потом наверное посмотрю значит луна в знаке весов 29 30 декабря последние хорошие дни для покупки подарков можно погулять по магазинам вместе с близким человеком где-то хорошо спокойно посидеть каких-то местах кафе и так далее значит луна в скорпионе когда ну вот следующий вторник среда луна в знаке скорпиона вторник и среда 4 5 декабря я имею ввиду вот прямо через несколько дней обычно время когда мы проверяем нашу ну судьба наверное жизнь проверяет нашу защиту мы получаем атаки атаки на здоровье атаки на отношения таки финансовые и если у вас все в порядке ничего не происходит если ваша защита слабо то тогда идут какие-то потери и все ругаются на луну скорпионе на самом деле она просто указывает на слабые места и поэтому можно сказать ей спасибо вот луна скорпионе это время генеральной уборки по моим наблюдениям время установки антивирусов то есть кто-то генеральную уборку будет делать 31 31 числа вот видим с вами последний день года и новый год с луной скорпионе ну что же будут немножко злые ершистые шутки на новый год принципе ничего страшного и вот здесь 4 5 видите прекрасная идея когда знак зодиака сразу в этом центральном круге да не знаю как вам я считаю это очень правильная идея бросил взгляд и ты знаешь где стоит луна бросил взгляд и ты знаешь что 11 числа луна водолей это вот то что мне нужно как астрологу допустим работе значит знак стрельца у нас вообще главный распорядитель всего месяца практически происходит у него много масштабно и чуть ли не самое важное событие двенадцатилетие можно сказать ну что а если декабрь пройдет и важного события не произойдет двенадцатилетие то что тогда но стрельцы день рождения свой получат так называемый соляр в этом соляре запишут этот самый сильный юпитер поэтому целый год у стрельцов будет разворачиваться это картина дня рождения с юпитером стрельце поэтому не должно быть паники и серии боже мой 30 число у меня нет еще там предложение от какой-нибудь супер компании международной мне еще не подарили миллион еще не купили porsche так далее вот да понимаем что рыбы сильно сбивают то есть стрельцы не получат простого легкого гарантированного счастья вроде бы приток мощный есть предложение готовятся предложение которое готовится стрельцам пробиваться будут трудно постепенно до 7 числа стрельцы могут не узнать о том что им готовят какие-то предложения могут узнать там после 8 числа когда меркурий развернется после 13 может прекрасная информация появится потому что меркурий войдет стрелец и к 21 числу когда меркурий с юпитером стрельце ожидаем конечно информацию о том что у вас большие шансы возможности предложения есть надо работать рыбы мешают реализовать это все счастье мы уже говорили через что через болезни через какие-то жизненные неприятности через мужчин не совсем адекватных но стрельцам надо понимать что надо это отрабатывать если надо погрузиться в медицину в тайные знания психологии погружайтесь для того чтобы не упустить свои большие шансы возможности ну и задача стрельцов конечно окружающим передавать свой оптимизм свою радость потому что это знак радости и стрельцы безусловно мы их за это очень любим они нам естественным естественно и несут на эту самую радость в общем добавляют настроение на фоне нашей обычной жизни вы хотите на меня посмотреть но я посмотрю на на карту ну вот сложность трансляции в том что до приходится смотреть на карту они на себя если я вообще правильно понял ваш комментарий по поводу показать себя я здесь и никуда не делся значит по стрельцам как луна проходит по знакам зодиака 6 декабря а луна в стрельце с 6 утра по москве и в этот день нас юпитера вот это для нас интересно у нас юпитером стрельце при всей некоторые осложненности все-таки того что немножко мешают вот планете удачи следи внимательно смотрим за 6 декабря может быть ждем чего-то большое хотя и питер стрельце может принести немножко неожиданные вещи большие он может принести что-то касающиеся храмов и церкви например большие какие-то политические решения то есть мы думаем про себя думаю про свою обычную жизнь про радости подарки большие счастливые шансы в нашей жизни а там может происходить что-то крупное на уровне культурных религиозных событий и по моим наблюдением когда луна в стрельце и в общем это время храмов кстати говоря ну вот и время поездок и время храмов тоже время международных контактов значит луна в стрельце 7 конечно же декабря это собственно новолуния то есть новолуния чтобы сделать прорыв в каких-то международном общении в контактах с другими странами но помним что рыбы очень сильно заставляют многих людей куда-то уплывать поэтому прорыв есть но уносить людей и их там мышление их трезвость может в этом месяце слишком сильно даже мужчин которые до этого там никаких заносов не допускали конечно уже выпуске недельном я говорил что в начале декабря солнце проходит квадрат с марс аспект неприятный аспект агрессивный военный практически марс в водном знаке в рыбах это море ну в общем напряжение конфликт связаны с морем мы с вами наблюдаем точный аспект 2 3 декабря тяжелый в плане общения с мужчинами если женщины видят что не невозможно нормально с мужчинами в это время общаться 2 3 числа а из-за нервных непонятных ненормальных реакций можно действительно просто немного но подождать немного ну не то чтобы немного но может быть неделю где-то вот может быть после 7 числа вот это была луна в стрельце и теперь козерог водолей рыбы большой наверное сегодня эфир получается где-то два часа ну я предупреждал что я мало не работаю вот зато при желании будет что посмотреть в течение всего декабря по пересматривать ролик да значит в козероге видели мы с вами планеты или нет козероге стояли только большие факторы никого из медленных маленьких не было соответственно как нам оценивать ситуацию для козерога козерог любят когда все хорошо организовано естественно поэтому первая неделя до 7 числа до 6 для козерога может быть тяжелой потому что неопределенность солнце квадрат нептун плохо неопределенность ретроградной меркурий тяжело бороться с этим но не знаю наверное с трудом получается поэтому из-за переменчивости в жизни первая декада у козерогов может быть сложный но что стрелец это переменчивость двойной знак рыбы двойной знак это переменчивость с 8 числа с но не с обеда с 15 по москве 8 декабря луна в знаке козерога луна растущая меркурий уже идущий вперед поэтому возможно жизнь начинает налаживаться для козерогов 8 в субботу после обеда и 9 и 10 тоже декабря и дальше я сейчас говорю по памяти вспоминая как выглядела картинка планеты идущие по стрельцу могут быть поддержкой для козерога тоже что у козерогов могут быть планеты собственной личной карте в этом самом знаке стрельца поэтому я бы сказал что 2 декада плюсы козерогу может принести и и обращаю внимание что венера в знаке скорпиона делает гармоничные аспекты с планетами в козероге я вижу 16 числа 17 числа марс тоже в гармонии с козерогом поэтому в принципе скажем в общении с женщинами козероги получают вроде бы позитивные ситуации соответственно с женщинами могут быть какие-то хорошие сделки хороший совместный бизнес решение вопросов недвижимости или вы можете найти хорошего врача для родителей венера в скорпионе есть врач женщина гармонии с сатурном в козероге это есть родители вот такие примерно трактовки знак рыб сложный для козерога слишком много может быть ненадежных ситуаций вокруг из 22 числа солнце в козероге с одной стороны дни рождения идут уже у этого земного знака вроде бы он чувствует себя хорошо но солнце все-таки с сатурном значит козерогом напоминают про ограничения про то что болят там колени болят голени болит спина еще что то то есть отдых для козерогов новый год для козерога в том чтобы не бегать не носиться полежать залечить раны этого года получить массаж получить массаж позвоночника то есть солнце сатурном в новый год это период покоя на самом деле может быть отдыха и когда не будет какой-то беготни ну и минус этого нового года возможный возможный неприятный сценарий это наверное одиночество пусть на меня конечно не ни в коей мере не обижаются козероге задача астролога быть переводчиком рассказывать что там на небе да сатурн планета одиночество поэтому один денек возле нового года после нового можно пронести про по провести где-то в одиночестве или придется провести вот ну и соответственно отдых может быть не городской а какой-то более спокойный сельский допустим ближе к земле коттеджем горам шале загородным домам и так далее значит водолей может быть я картинку верну на последние два знака зодиака сейчас попробуем так еще раз буду осваивать процедуры думаю что вы подустали два часа много но я на будущее буду делать выводы будут тренироваться не за два часа это все рассказывать конечно быстрее значит на территории водолея в принципе никого с другой стороны есть вот эта сложная . лилит которые не не в декабре вошла в этот месяц и не в декабре выйдет тем не менее она там есть и с одной стороны большого активного прогноза по водолею вроде бы нет что можно сказать наверное вот здесь меркурий когда зависает две недели в знаки скорпиона немножко сложная история для водолея потому что скорпион знак несколько утомляющий водолея если человек не занимается эзотерика и астрологии тайными науками а потому что если занимается то скорпион и водолей это как раз знаки астрологии эти двое сходятся великолепно для астрологии ну и скорпион как финансовый знак говорит о том что первые 12 дней могут быть для водолея сложными в плане переговоров про деньги про кредиты про врачей про душевные мучения но первые 7 дней сложно договориться найти оптимальное решение пока меркурий и не идет вперед не развернулся не не принес нужные решения нет того человека которого вам нужно что происходит при ретро меркурий мы не можем получить информацию которая станет ключевой даст нам ответы на нужные вопросы не можем человека найти или прорваться к нему или получить от него ответ и это все нормально начинает выстраиваться когда меркурий уже начинает идти вперед поэтому немножко начало утомительный для водолея середина хороша потому что сильный стрелец естественно для водолея позитивные шансы поддержка друзей удачные поездки если вы хорошо знаете языки все кто хорошо знает языки видимо люди смогут удачно применить эти знания для повышения своих своего жизненного уровня в этом месяце в декабре но где-то с 13 по 21 декабря можно сказать что это супер шанс меркурий в стрельце с юпитером с 13 по 31 извините по 21 декабря декабря супер шанс для всех кто знает все языки по списку китайский португальский испанский итальянский французский английский немецкий какой у вас есть финские так далее потому что да это вот аспект супер шанса но и может быть аспект супер шанса также для продавцов автомобилей мне так кажется это прогноз не водолеев а вообще для всех может быть там сумасшедшие какие-то скидки для по автомобилям или может быть в это время можно купить какой-то очень успешный автомобиль но помним про марс в рыбах то есть автомобиль то классный но если мужчина покупает такой автомобиль марс в рыбах значит в общем надо покупать с хорошей музыкой потому что придется петь песню в этом автомобиле придется размышлять о душе вот ну либо далекие поездки какие-то совершать такие далекие налеки вот так что да действительно супер шанс декабре для всех кто хочет дерзать может дерзать обладает какими-то уникальными знаниями вот этот меркурий юпитер да они очень интересны значит что еще по водолею когда венера будет проходить квадрат с лилит это надо будет высмотреть когда это будет происходить возможно неприятности связанные с деньгами женщинами здоровья либо через жену растраты либо через подругу либо через дочь либо через маму растраты либо с бухгалтером поругались на работе тоже какие-то неприятные растраты либо нехороший сценарий квадрата лилит венера это поругались друзьями лилит водолеи испорченная дружба так у нас трактуется да либо идеологические споры какие-то портит разрушают вашу дружбу что всегда достаточно печально а вот сильный стрелец в целом хороший прогноз для водолея на самом деле и 2 декада видимо момент супер шанса луна идет по водолею 11 12 и 13 до 3 часов дня по москве может быть лучший лучший период месяца и может быть время когда можно заявить о себе что когда луна идет по нашему знаку в это время мы можем заявить о себе очень ярко то есть для водолеев вот это этот период супер шанса да с 13 по 21 там луна с утра 13 числа с раннего утра до часа дня по москве она в водолее соответственно вот этот кусочек может быть моментом большого шанса для этого знака ну и в принципе вся эта восьмидневка или даже получается 7 7 плюс 2 9 дневка наверное с 13 по 21 значит солнце в козероге говорит о чем что последний месяц перед днем рождения идет у водолеев я уже давно в комментариях пишу что смотрите свои соляры пожалуйста строите заранее свои соляры смотрите какие программы аспекты положения планет запишутся в ваших солярах это уже должны делать рыбы водолеи чуть ли не овны честно говоря чтобы понять что вас будет ожидать в новой годовой карте что вы будете жить чтобы понимать как лучше использовать как избегать неприятности эта работа с соляром это мы обычно делаем с клиентами на консультациях естественно раз год человеку полезно прийти к астрологу возле своего соляра и хорошо побеседовать на тему нового года поэтому водолеи уже еще как должны готовиться и после 22 декабря солнце в козероге может быть небольшой спад водолеев хотя это ежегодная вещь нельзя сказать что всем водолеев прямо плохо в последнюю неделю перед новым годом наверное нет вот но небольшой какой-то спад физически может быть может быть спад здоровья может быть метафизический небольшой спад и мы знаем что дело идет к затмению значит какие-то важные судьбоносные вещи может быть лимиты ограничения могут происходить ну и если вы хорошо в астрологии разбираетесь вы смотрите свою личную карту смотрите а нет ли у меня в моей карте какой нибудь планеты там 10 допустим козерога если вы водолеи у вас легко может стоять 10 козерога хоть меркурий хоть винира и тогда вы скажете а значит вот затмение начале января оказывается попадает на мою планету и дальше мы идем развивать эту астрологическую мысль строить трактовки значит вот такая картина у водолея марс в рыбах сложный для водолеев но возможно возможно все таки тоже сложный я так полагаю вот и вторая декада видимо самое интересное и поскольку водолей знак урана то мы понимаем что вот этот хороший трин для людей для ученых для астрологов для дружбы хороший трин солнце уран это в общем планета водолеевская здесь уран этот трин срабатывает точно 20 числа конечно сходящаяся фаза аспекта на самом деле недели больше поэтому этот аспект работает и 17 в понедельник и 18 19 20 еще и до этого но хочу сказать одну вещь наблюдение за тем как работают аспекты планеты знаках показывает что лучше без иллюзий смотреть на все что на небе и в такой момент могут быть неприятные вещи я сейчас не водолеев имею ввиду а общий прогноз для для всей земли вообще например могут быть военные действия с использованием авиации самолетов которые так к сожалению в последнее время довольно часто происходят потому что знаки огненные всем все скажем так горячатся уран планета авиации овен планеты войны поэтому мы где-то должны разделять слой политики и слой какого-то личного прогноза в личном прогнозе солнце трин уран лучше не знаю четырехдневка для обновления техники для того чтобы купить новые какие-то вещи 17 по 20 на фоне волшебного аспекта меркурий юпитер все великолепно но на уровне политики имейте ввиду фон новостей может быть какой угодно вплоть до там чуть ли не воздушных авиационных боев потому что мир сейчас последние годы довольно сумасшедший последние семь лет пока уран идет по огненному знаку овну поэтому разделяем эти вещи я не говорю что все великолепно но это очень очень хороший аспект конечно значит ну и последний знак зодиака рыбки что мы здесь получаем значит по рыбам с конца ноября идет марс как повторю до 7 числа он не может выйти из-под нептуна то есть ощущение что если везет то рыбы очень очень энергично и продуктивно сейчас трудятся но энергично работают над созданием какого-то волшебного продукта мультимедийного продукта допустим творческого продукта музыкального продукта программейского продукта дизайнерского продукта марс планета энергии и рыбы могут сейчас быть энергичными как никогда что либо хорошо либо плохо плохо если их несет не туда хорошо если они в очень бурной работе сейчас хорошо если они не встревают ни в какие конфликты если непродуктивно работает марс то у рыб очень очень острый опасный психологический кризис заносы у мужчин пьянство что-то они творят такое ненормальное в состоянии измененного сознания могут я не знаю там утонуть потеряться в общем самые неприятные вещи связанные с последним знаком зодиака надо понимать что людей очень очень много на земле миллионы у всех проявления будут разные мы допускаем и плюсовые минусовые ситуации но ясно что творческим профессиям намного легче особенно если есть работа если человек без работы сидит страдает он может действительно уйти в алкоголь если у него есть работа еще интересный проект сейчас созрел еще и международный какой-то крупный дорогой денежный то у рыб это будет лучший месяц года лучший месяц жизни они скажут это был такой драйв вы себе не представляете а мы какой-нибудь супер концерт сделали какого в жизни у меня не было поэтому скажем то что мы обсуждаем прогнозе это ведь для всех стран мира вообще для всех вообще для всей земли мы не говорим там про россию или про что-то отдельную территорию это абсолютно для всех вот опасность от химии есть от лекарств есть от обманов есть то есть рыбам надо сказать сами пожалуйста не обманывайте сами не напивайтесь не позволяйте себя обманывать и держитесь подальше от неадекватных людей причем во всех смыслах неадекватных политически неадекватных идеологически неадекватных религиозно неадекватных психически там нестабильных в общем такой период дай бог если у рыб есть творческий заряд работа и может быть если хочется что-то сделать для себя даже на время там отложить оставить работу а есть какой-то заряд сейчас что-то сделать такое творческое для души то надо надо делать надо идти туда потому что марс планета силы это здорово женщины тоже могут чувствовать силу но в общем марс планета опасная и минус потенциальные конца ноября декабря в том что на рыб может свалиться много травматичных ситуаций где придется на себе вытаскивать проблемных людей ну чем занимаются допустим русские женщины хотя наверное женщины всей земли вообще вот такая штука а значит если идти психологу можно идти к мужчине психологу в принципе хорошо бы еще как-то понять что он сам не находится в проблемах значит венера которая скорпионе условно говоря это помощь какой-то подруги опять к двадцатому двадцать первому числу может быть финансовая нормализация ситуации и знак стрельца для рыб в общем неплохо это могут быть шансы по повышению уровня жизни по работе в какой-то престижной компании звонки от родственников из других стран из других городов когда ждем звонки 13 декабря меркурий входит стрелец рыбы радостно сидят возле телефона потому что сейчас будут появляться интересные звонки и может быть даже предложение топовые престижные по работе когда солнце перейдет в козерог 22 числа с одной стороны конец праздника и веселье другой стороны какая-то стабилизации может быть конец метани козерог для рыб один из любимых знаков скорпиона не любят судя по наблюдениям козерог любят потому что козерог скала рыб немножко по жизни мотает туда-сюда поэтому когда они обретают какую-то твердую почву стабильную почву это то что должен давать хороший качественный козерог рыбы счастливы абсолютно поэтому в целом рыбы в общем козерог любят или я бы сказал нуждаются я не знаю любит или нет но видимо нуждаются поэтому последняя неделя в принципе ограничение приносит всем рыбам тоже ну и может быть конец каких-то внутренних метаний но и надо уделить время построению планов там пожилым родителям понять что у вас со стройкой что с оплатой квартир ну что очень требовательный сатурн и козерог надо конца честно говоря нам с вами всем в конце года платить все чеки какие у нас есть это будет оптимальный новый год при луне в скорпионе спрашивают у вас есть долги вы грите нет у меня все оплачено даже вот тут штраф на 30 рублей вот все все у нас оплачено ну вот такой большой эфир получился если у нас все получилось организовать как задумано то вы получите подарок вот заставку красивую для компьютера вот с этой сеткой календаря которая сделана в моем стиле в моем ключе когда на центральной части дня указано знак луны и когда штриховкой дается период холостого пробега луны если видите штриховку как утром 6 декабря значит это время холостого пробега и тут внизу справа значит цифры часы минуты холостой луны значит в принципе на этом у меня все и не хочу как-то много долго говорить хочу вас пригласить на два тренинга 11 13 декабря где мы будем делать прогноз на год повторю 11 числа по знакам зодиака без домов это будет профессиональная работа фактически обучающий тренинг четыре часа и мы сделаем прогноз по знакам зодиака и я покажу вам как профессионально это делать и естественно это не будет в записи на youtube или где-то еще это тренинг которым вы можете только участвовать сегодня стоит зарегистрироваться зафиксировать не высокую пока еще цену 13 числа приглашаю вас на такой же четырехчасовой обучающий тренинг по прогнозу на 19 год по знаком асцендента для всех знаков сделаем соответственно прогноз по знаком асцендента на весь 2019 год в таком объеме я это не делал никогда в общем это будет максимально большой прогноз на год максимально профессиональный и наша идея заключается в том что это обучающий вебинар это тренинг для астрологов чтобы они знали как это делать умели это делать могли это сделать для других хорошо значит ну я так понимаю что видимо видимо все я уже могу показывать только самого себя не знаю что наверное у нас на сегодня все значит ссылочка должна быть внизу под этим видео если вы смотрите сейчас если будете смотреть записи на ю тубе будет ссылка на страницу где регистрироваться на эти два на вебинар значит я надеюсь что сегодня было интересно было полезно моя задача была рассказать все что я знаю максимально полно полезно для вас про 2018 год декабрь ну и хотя я не видел комментариев и пожеланий откликов но с другой стороны не отвлекался и рассказывал вам весь этот вебинар значит в принципе все спасибо вам большое вопрос где оставлять пожелание есть группа вконтакте создана а есть группа в телеграме вы можете подписываться на них оставлять комментарии там эта запись видимо будет на ю тубе можно заходить туда оставлять комментарии пожелания там и и соответственно я буду иметь отклики от вас обратную связь и комментарии я читаю и всегда беру на заметку если могу что-то сделать то в принципе стараюсь делать так хорошо я думаю что мы тогда можем с вами заканчивать повторю что ссылочка должна быть внизу можете пройти посмотреть эту ссылку описание конечно я вас жду 11 вечером декабря 13 декабря вечером мы будем заниматься самой профессиональной работой по устраиванию астрологического прогноза ну вот и завтра 2 числа в 14 жду вас на бесплатном вебинаре 4 стихии хотя я думаю что сегодня я утомил вас достаточно сильно но в общем у кого будут силы соответственно можно приходить хорошо на сегодня все спасибо вам большое и повторю мы вроде бы приготовили для всех участников прямого эфира подарочек который подойдет для компьютера вот по крайней мере для компьютера точно подойдет надеюсь будет радовать вас в течение месяца в принципе можем выключать связь буду рад видеть вас завтра 2 декабря и одиннадцатого тринадцатого декабря тоже пожелания пишите подписывайтесь в группы будем на связь будем вместе делать интересные вещи которые хороши интересны для вас и которые я могу для вас сделать запись можем выключать удачи всем до встречи